Славянская радио Продолжаем разговор Хорошо Итак, друзья мои, если у вас есть какие-то вопросы по теме Если вдруг вы с чем-то не согласны Если вдруг где-то вы заметили что-то такое, о чем Леонид Григорьевич не сказал Или, может быть, сказал не так, как вы это увидели Ну, бывает такого Говорит, на рисунке таком-то, вот там нет этого Или там есть вот это А вы видите совсем другое Вы, пожалуйста, не стесняйтесь Уточняйте Вдруг человек просто, вот автор-соведущий наш, Леонид Григорьевич Оговорился, сказал, нету цифры рисунка Или вдруг он имел в виду что-то другое Или вдруг вы отвлеклись как-то по-другому Восприняли Не стесняйтесь У нас чат для того и создан, чтобы уточнять то, что вам непонятно Задавать вопросы Те, на которые ответы не были получены в основной части доклада Леонида Григорьевича Для этого чат существует Пользуйтесь И все у нас будет хорошо и замечательно Итак, переходим к вопросам Виталий из Эстонии А нет, сначала до этого еще, оказывается, были вопросы Я уже, оказывается, следил, следил да переследил Так, Павел Рдынский задает вопрос в эфир Леонид Григорьевич Вопрос по истории ваших выступлений номер 4 Вы говорили, что Христос – это Радомир Я посмотрел эту книгу и могу сказать вот что Книга – не исторический труд, а литературная билетристика То есть образы и персонажи Левашовой придуманы Поэтому ссылаться на то, что Христос – это Радомир, научно некорректно Что вы на это скажете? Павел Рдынский Спасибо Ну, как раз вопрос в тему, как говорится Ах, вот и в тему вопрос Ну, я шучу, конечно, что в тему Вопрос, конечно, это задним числом О другом Но, тем не менее, отвечу То есть вот уважаемый радиослушатель Павел Рдынский Считает, что если человек написал книгу То есть какие-то критерии По которым он определил, что это литературная билетристика Так невнимательно читал Товарищ Рдынский Книгу Потому что Ну, зачем же так официально? Товарищ Рдынский Ну, извините, я могу сказать Ну, мы видим сейчас товарища Рдынского Сейчас Ну, дружи Рдынский Я без этих Без злобы, без иронии Я так Видите Извините, может быть, некорректно выразился Ну, извиняюсь То есть На самом деле Невнимательно читал Дело в том, что Те персонажи О которых Пишет Левашова Они Реальны Надо покопаться в истории И тогда вы увидите Что Те люди Которые Значит На которых она там ссылается И приводит пример И что касается Христа И И Ешуа И прочих Это все Реальные вещи И мы В предыдущей беседе В четвертом Как вы написали В номере Да Я и рассказывал, что Была Калька Конкретная Был Иудейский Иешуа Тот Конкретный Человек Которого Они не приняли Который к ним пришел И Выступил Против Религии Значит Его использовали Его Так сказать Конкретные Жизненные События Наложили Понимаете И так Скрыли правду Поэтому Я рекомендую Не относиться Так Что это Билетристика Литературная Вот К литературной Билетристике Вот эти все Артефакты О которых мы с вами И говорим И относятся То есть Вся История Древней Греции Вся История Древней Римской Империи Вот это Литературная Билетристика А у Левашовой Там Конкретные Подкрепления Есть Просто надо Внимательно Почитать Разобраться И Поискать Порыться Понимаете Это Я написал Свою Книжку В таком Формате Где Виде Так сказать Исследование Где Это доказывают А автор имеет Право Написать В таком Жанре В каком Он считает Если вы Почитаете Гумилева Он Историк И Считает Совсем Признанный А стиль Его написания Его книг Совершенно Академически Отличается Так что Я не считаю Что в этом вопросе Вы правы Хорошо Ответ Услышим Смотрим Дальше Какие были Вопросы Так опять Нескакал Чуть вниз Возвращаясь Наверх Итак Следующий вопрос От Олега Из Иркутска Леонид Григорьевич Изучали ли вы Историю Подделки Такой известной Многотиражного Издания Как Библия Если да То чем отличается Издание Библии Разных веков Согласно Ваших наблюдений Известно Что тексты Библии Разных времен Отличаются Существуют Вставки Дополнения Вырезки И так далее Прямое тому Доказательство Заповеди Иисуса В которых Есть противоречия После противоречия Которых Можно предположить Что Иисус Был мало Вменяемым Вот такое Прямо Оскорбительное Так Вменяемым Либо Тексты Коверкались С учетом Политических Заказов Что более всего Вероятно Что скажете По этому поводу Благодарю Значит Олег Что я скажу Сейчас я Начал Ага То есть я Историю Библии С точки зрения Вот как вы написали Да Не изучал Потому что Есть много трудов Разных людей Которые Очень капитально Копали В этом вопросе И Поэтому я Здесь не копал Единственное Я смотрел У меня есть Несколько Этих Библии В смысле В электронном виде В графическом Исполнении Они Значит Я их Анализировал Между собой Да Там есть Как вы пишете Подделки Разногласия Значит С точки зрения Даже Сюжетов Но Я это дело Не оформлял И очень глубоко В этом плане Не копал А уж тем более По текстам Читал Других авторов Самостоятельных Исследований Не проводил Вот такой ответ К следующему вопросу Переходим Да Павел Пачев Роман Вопрос в эфир Я не слышал Предыдущей части Поэтому Уточните Пожалуйста Согласно Каких источников Дается информация Что древней Греции Не существовало Спасибо Ну К сожалению Так сказать Весь эфир Предыдущий Не перескажешь В одном слове И источники Не перечислишь Понимаете Это надо все Самостоятельно Желательно Анализировать Вот Подход Такой Дайте источники В которых пишут Это я не считаю Верным Понимаете Надо анализировать Очень большие Значит Массивы Информации Значит И Сказать Что вот Вот этот источник Описывает Однозначно Нет Этот Вот так Нельзя сказать Это надо проводить Анализ На основании Многих Многих Фактов И Здесь Анализируется И карты И Чего только Не анализируется И Книги И Вот Мы же Разбираем Даже на Вот это у нас уже Седьмая беседа Да За По три часа Да Когда по два Там Ну По-разному Ответы на вопросы То есть Я аргументов провел Очень-очень много И И в книге Поэтому Рекомендую Значит Эфиры послушать И Я не заставляю Конечно Ну Возьмите Почитайте книжку Она в интернете Можно скачать Бесплатно И Там я привожу Девятьсот Пятьдесят Фотографий И Выстраиваю логику И показываю И Ссылаюсь на тех Авторов Которые Это В которых Я вижу Подтверждение И Это очень Многогранный Анализ Понимаете Двумя словами Сказать Что в Древней Греции Не существовало Ну Это Такой подход Неверный С моей точки зрения То есть Назовите Источники Где дается информация Что в Древней Греции Не существовало Да знаете Сколько авторов Пишет на эти темы По поводу Древней Греции Древнюю Риму Ну Надо Анализировать А мы Анализируем На основании Славяно-арийских Вед Которые Запретили Я еще Анализирую Использую Для анализа Книгу Россия В Кривозеркалах Левашова Которые Тоже Запретили Почему Запрещают Потому что Там написано И доказательно Написано А Говорят Славяно Веды Это значит Придумали В Америке Написали И привезли Понимаете Бред какой Не Американцы Не молодцы Конечно Они там Много чего Придумали Да Они же Крутые Вот такой подход Это Роман Неверный Понимаете Вот хочу Просто тоже Еще отметить От себя Что По Греции На самом деле Существует Множество Версий Но вы Хотя бы Тогда возьмите Поинтересуйтесь Когда появилось Слово Греция Когда Появился Язык Как он Утверждался Почему Те самые Греки Которые Сейчас живут На территории Греции Многие Годы Не принимали Тот самый Язык Который Считается Древнегреческим И Из которого Яков Появился Современный Греческий Просто Посмотрите И Вы придете К выводу Очень интересному Что Вполне Возможно Что Буковка Которая Пишется Латинице Она Читается И как Г И как Ж И если Сравните То Что там Очень много Было храмов Это была В общем-то Страна храмов Это маленький Пятачок Не вся Греция В большом Объеме А этот маленький Пятачок Видишь Там было Очень много Храмов И скорее всего Есть такая версия Очень интересная Что это все-таки Не Греция А Жреция То есть Жрецы там Жили Существовали И Тогда Сложите Что язык В общем-то Не совсем Естественный Что Его Очень долго Не принимали Те люди Которые Якобы На нем Говорили Каких-то Доказательств Очень древней Греции Нет Что И так далее Вы поймете Что Вполне возможно Здесь тоже Фальсификация Очень высокого Уровня К тому Того Вопросы Разбирать Да Я добавлю Два слова Вот правильно Алексей сказал Поймите Что Ведь Греческий язык И латинский Это искусственные языки Это не я придумал Это официальное заявление Они Их Называют Мертвыми языками То есть Их не было Не было людей Кто на этих языках Разговаривали И потом их придумали И Вот Правильно Алексей сказал Что Мы это все В эфирах обсуждали И Пожалуйста Поинтересуйтесь Послушайте эфиры Ну помимо наших эфиров Существует еще много Других авторов Которые С разных граней Описывают эти Которые в принципе И научные Есть вполне честная Научная литература Есть много ученых Которые Об этом пишут И не один Так что Не поленитесь Если вас этот вопрос Интересует Просто не поленитесь Поднимите Какие-то факторы Не то что Кто-то где-то В учебнике Для шестого Или пятого Или седьмого Класса написал Потому что Понятно Что учебники Это такая интересная Составляющая Нашей жизни Но это все-таки Не истина В последней инстанции По определенным причинам Которые тоже Мы здесь Неоднократно указывали Поэтому Поинтересуйтесь Помимо учебников Есть еще много Другой Забавной Интересной Литературы Для мозгов Которая Для общего плана Развивающая Очень будет хороша Дальше Виталий из Эстонии Вопрос в эфир Насколько я знаю Или информирован То лунный культ Был у серых народов Их называли Социальными паразитами И плюс Они еще Предки Семитов И евреев Вот так Виталий Точку такую жирную ставит Это Пришло сообщение Когда мы говорили Про Дравитские походы Про Калима И так далее Я понял То есть Дело в том Что мы на самом деле Я говорил Да Что Не только Значит Это Вот вы Пишите Значит У серых народов Дело в том Что Серых народов Нет Есть Серая подраса И есть серая раса Вот серая раса Серая раса Это как раз Гермафродиты Космические паразиты А Когда Значит Из ребра Помните Взял Из ребра И стал делать Сделал женщину Да Когда стали Генетические Манипуляции Проводить Чтобы Вытащить Представителей Дравидов Да И Наши предки Занимались этим Значит Корректировали генетику У черной расы Конкретно У дравидов И Значит Была создана Серая подраса Появилась первая У которой Были Все Превалировали Значит Все признаки Белой расы И только Значит Немножко было Осталось признаков Черной расы А Перехватили Серая Космические Паразиты Ситуацию И Не дали Довести Наше Дело До конца Поэтому И Появился Так сказать Богоизбранный Народ Вот А Лунный культ Он Не только Был В дравиде Вот В Африке Вуду Тоже И Многие И другие Других Народов То есть Этот Вот как раз Этот культ Я вот вкратце Об этом Сказал Сегодня Да Что Создавали Именно Культ Значит Лунный культ Потому что Значит Темные силы Они На начальном этапе Я уже говорил Да Ученикам этого культа Колема Черной матери Объяснялось Что Каждая из лунных фаз Соответствует Определенному Лику Богини Помните Я сказал Деви Матери Старухи Там Чародейки Да То есть В тех Значит Племенах Которые Были на уровне Развития Где был Матриархат И там Правили женщины А у женщины Женщина Отличается От мужчины И Значит И Генетика И Значит Эмоциональной Сферы И другими вещами Это долгий разговор Если Говорить об этом Поэтому Значит И они Быстрее Так сказать Входят в состояние Транса И Они Например Быстрее Привыкают К каким-то Вещам Например К алкоголю Да Отвыкают Чем мужчины А Отвыкают Наоборот Значит Хуже То есть Мужчины И женщины Отличаются И вот там И у них Что Темные силы Использовали Они использовали Что женщины Очень легко Входили в состояние Транса И могли Подключаться И общаться В другие Слои Планеты То есть На эфирный Австральный уровень А это Им позволяло Через них Через Женщин Получать Жизненную силу Жизненную энергию Понимаете А каким образом Им давалась информация Что вот Давайте Приносите Жертвоприношение Делайте И другое То есть Вот создавали Культ Калима Ну Почитайте Там Поподробнее Про культ Калима И увидите Я сегодня Вкратце Сказал Что Эти Кстати Отдельные Значит Составляющие Культа Черной Матери Калима Они Вуду Там И в других То есть Все это А это все Создавалось Темными Понимаете Астральными Паразитами Космическими Для того Чтобы Им надо Получать Энергетику И чем больше Они Иерархи Их Значит Имеют Подключение Таких Формируют Цепочки Тем Им Благодатнее Жить Они же Не могут Воплощаться На физическом Орме Так Они живут Паразитически Социальные Паразиты Вы правильно В этом Написали Да Надо еще Учитывать Что во-первых Как уже Неоднократно Говорилось в наших эфирах Земля существует Все-таки Не один Не первый годик Да Так Она Довольно Долго Существует И Здесь Есть Даже Неопытным Взглядом Когда Человек Смотрит Признаки Существования Различных Цивилизаций Разного Уровня Где Были И очень Высокие Технологии И очень Низкие Практически Вообще Без технологии Ограничивающиеся Тем Что Кремний Брали Отсекали Краешки Им что-то Там делали Косточки Рыбы Использовали Для того Чтобы шило Или там Иголочку Как бы Вот Заменить Найти Были такие Постройки Такие Что-то такое Что современные Наши ученые Даже воспроизвести На сегодняшний день Не могут И задумываться Как это все было сделано Вот Поэтому Надо понимать Что были разные Народы Разные Ну Хотя вот Лен Григорьевич Говорит Расы Но здесь Уже неоднократно Написано Что раса Она переводится Как белая Не может быть Там черная раса Или желтая Или красная раса Но были люди С разным цветом кожи И естественно Есть даже Такие ученые Предполагают Что Это не мои слова Ученые даже сейчас Предполагают Что были люди Которые Вот здесь Изначально существовали Которые Вот Как бы там По эволюции Дарвина Якобы Да Были люди Которые сюда Прибыли С других планет Были люди Которых Здесь создавали Некие высокого уровня Пришельцы Которых Многие называют Богами И При этом указывают На Различные Предания Древних народов Что они там С Сириусу прилетели Другие С созвездия Там оттуда Кто-то с Ориона Кто-то с Марса Кто-то еще Откуда-то прилетел Вот Кто-то потомок богов Кто-то потомок Смеси богов С людьми Кто-то там еще чего-то И вот как раз Если мы берем Какие-то древние писания То там рассказывается О том Что да Прилетели сюда Ну слово такое Анунаки уже всем известное Прилетели сюда Но надо было Обрабатывать землю Надо было Кормить Вот этих вот Самых пришельцев Богов Других людей Они не могли Взять себе В управление Рабами не могли Сделать Потому что Они были Высокоразвитые А были здесь Какие-то вот Существа С какой-то такой Темной кожей Но они Стали проводить Какие-то эксперименты Стали экспериментировать И это И это И это На уровне генетики Но ничего Не получалось И вот тогда Уже Одна из Жрец Дала Свою генетическую Какую-то Свою генетическую основу Так соединили И получился Вот как раз Такое Между черными и белыми Что-то Там долго Экспериментировали То там Бесполые получались То гермафродиты получались То там Еще какие-то получались То с двумя головами В общем Нежизнеспособные Но в конечном итоге Что-то там у них удалось И вот Таких биороботов Они склепали Из пробирки И вот они У них там В шахтах работали На плантациях Ну и так далее То есть Это сами же ученые Говорят о том Что да Вот в этих всех писаниях Тех же самых Древних Это все представлено Об этом все говорится Поэтому были Разные люди И наследники богов И чуть ли не сами боги И те Кого там Скрещивали И с кем только Там не скрещивали Вплоть до С животными Даже скрещивали Вот И были те Которых генетически В пробирке делали Земля наша удивительна Здесь существуют Разные племена Разные народы Поэтому Вот как-то На чем-то одном Заостряться На мой взгляд Не совсем верно Это мы себя заголяем Опять дуальность Есть? Нет? Хорошо? Плохо? Надо смотреть на этот мир Более широко То, что Здесь много чего Существует такого Что и Не снилось Многим Нашим Мудрецам Я тут Два слова еще Добавлю Алексей Да, конечно Просто поясню То есть Когда я говорю Слово Применяя слово Расы Я просто пользуюсь Термином Который Ну известен Научный Вот и все Да, я неоднократно Говорю Когда ко мне Тоже придираются А почему ты такое слово Сказал? Говорю Ну вот в данном случае Мы же Рассказываем Для многих людей И поэтому Надо говорить Теми терминами Которые понятны Но при этом Мы еще Можем Не должны А можем Указывать Какие-то Расшифровки Пояснения Если вот такое У нас будет Что мы какие-то Будем давать Еще различные Версии Этого слова Или этого понятия Или этого образа То я думаю От этого хуже Никому не станет Вопрос эфира От Данила Здравия С ведущим Леонид Григорьевич Понятие Логос По-гречески Означает слово Мысль Смысл Понятие Число В греческой Эзотерической традициях Сопоставимы Подобны Ли С образом Источника Жизни Нашего Наследия Благодарю за ответ Ну Еще раз Напомню Вот то что я Сегодня Говорил И показывал Говоря О этих Наядах И Этих Сатерах И показывал Что там Наяды Там Нимфы Это Переводится как Сточка Это понимаете Ведь Что такое Греция Вот предыдущий Опрос Древняя Греция Не было никакой Древней Греции Была Отколовшаяся Часть Ведической Империи Которая Потом Стала Называться Ромеей Византией И язык Там Греческий Стали Потом Уже Грек Грек Стали Называть Она Раньше Называли Ромея Потом Византия В 320 Году Когда Значит Император Его Купили И сказали Константин Император Сказали Что вот От ведического Мировзрения Отходишь Принимаешь Культ Дионисия Религию Который Потом Стал Называться Культ Дионисия Стал Называться Греческой Религии И Если вы Почитаете То кругом Никакого Православия Это сейчас Пишут И говорят Православие Православие Наше христианство Религию Стали Называть Православными В 43 Году Восиф Фиссарион Сталин Дал такой Указ И стали Называть Ортодоксальная Религия И Эта Греческая Религия Появилась Значит В той Откаложской Части Бывшей Славянно-Аритской Империи Когда Константин Принял его Пожизненно Сделали Императором Все И вот так Образовалась В будущем Так называемая Греция С которой Потом Когда стали Переписывать История С Византийской Империи И сделали Якобы Она Значит Образовалась Распалась Римская Империя А образовалась Греческая Империя Так вот Возвращаемся К вашему Вопросу Опять же Греческое Слово Логос Слово Мысли Смысл И так далее И источник Жизни Ну Корреляции Никакой Во-первых Источник Жизни Я уже Это Поясню Еще раз Говорил Это Генератор Который Генератор Первичных Материй Который Управляет Потоком Первичной Материи То есть Вот Мы живем В космосе Да А там Миллиарды Миллиарды Материй Текут И текут И текут И Уровень Цивилизации Представляете Который колонизировал Наши предки Который колонизировал Планету Был Высочайший То есть Знали Как всего Если Перемещались Есть такое слово В русском языке Сиг Сигануть А это Сиг Оказывается Единица Измерения была Одна Трехсот Миллиардная Доля Секунды А были Доли Еще Измерения Представляете Какая цивилизация То есть Оперировали Совершенно Иными Дальние Дали Это Понимаете Цивилизация Высочайшего уровня И Греки Так называемые Которые Я только сейчас говорил Что поняли То и поняли Читали они Славяно-арийские веды Естественно Потому что Славяно-арийские веды Были везде Была ведическая империя Все читали их Но Они что поняли То и поняли А еще и извратили Вот Что они за источник Принимают То и понимали Понимаете Через мифологию Через остальное Вот как они Понимали Как они понимали Кто их Боги Там Зевс Прочие А это все Наши эти Боги Понимаете Только Они их по-своему Назвали Поэтому связи Никакой Здесь Между Логосом И источником жизни Ну хорошо Мы крутим все равно Круг Греции Никуда не денемся Виталии Продолжает Интересно Продолжает вопрос В Греции И все есть Ну куда же мы без нее Да Вопрос в эфир Ильин Григорьевич Вы читали Греческие мифы О так называемых Титанах Есть ли сходство Между славянскими богами И греческими титанами Где этот вопрос Не Не Проскочил Что-то Я пропустил Там две реплики Поэтому там Чуть ниже Потому что эти реплики Они 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 далеки от нашей темы Поэтому извините Вот эти реплики Там Мы уже Просто оскомину набили Про Библейские народы Читали греческие мифы И так называемых А так называемые Титаны Есть ли сходство Межславянские богами И греческие Ну вот я только сейчас Ответил То есть Греки Естественно Понимаете Те люди Та часть империи Которую Потом назвали Грецией Реально Я уже В первых передачах Говорил И вот Комментировал Алексей Только что Говорил Что по-разному Называлось Вот та территория Греции Которая Называлась Пелопонез Я в предыдущих Этих Передачах Показывал И Приводил примеры Что Как пришли Наши предки Туда Сколько там Эпидауросов Городов было Три Эпидауроса И Эпидаурия Область целая И Показал Что это Как это Извратили Эпи Греческое взяли А Дауры Это Значит Народ Который В Забайкалье То есть Даурия Это реальная Значит Область Забайкалья И Как это все Связано Поэтому Естественно Откуда Бралась Информация Ничего Греки Ничего Сами не выдумали Они как поняли То что Так сказать Ведь Понимаете Были же библиотеки Известно что были Александрийская И прочие Другие библиотеки Разные были И Люди Имели эту информацию Потом они сгорели все То есть информация была Читали Мы сегодня говорили Что эти все Древние Так называемые Греки Да Как я говорил Посмотрите на гравюрах Как они Нарисованы В каком виде В каких они Средневековых Одеждах То есть всю Эту Фальсификацию Сделали Многое Переписали Многие Греческие Мифы Выдуманные Понимаете А Многие Просто Что они Поняли Из славян Нарисских Вет И Так сказать Эту кальку На своих Богов На деле Кстати Что касается Славянно-арисских Вед Я бы сделал Немножечко так Более широко Славянно-арисские Веды Все-таки Это Современный Труд Древнего Что такое То есть Выборки Об этом Те Кто составляли Они указали Что это Всего лишь Маленькая Маленькая Часть Я думаю Что в древности Читали Труды Намного Более Обширные И Менее Современенные Нежели Чем Подготовленные Для современного Читателя Поэтому Когда мы Говорим Что в древности Читали Славянно-арисские Виды Наверное Это Не совсем Корректно В древности Все-таки Наверное Читали Более Полную Литературу Которая Была Передавала Более Полно Те устои Жизни Нашей Древности Мне кажется Лучше Согласен Алексей Что здесь Некорректность Да Потому что Вы правильно Подметили Я же сказал Что были Библиотеки Вы понимаете Чего они Сгорели Библиотеки Что исчезли Значит Там была Такая литература Которая Описана Реальные События И Просто Мы имеем Имели И имеем Сейчас Единственный Источник Который Остался Понимаете Который На золотых Пластинах И Ведь все люди Пишут вопросы Дайте источники Скажите Какие А где их Источников Нету Все сожгли Вы понимаете Поэтому Алексей прав Что Я просто ссылаюсь На тот Источник Который Вот на золотых Пластинах Он Есть Все говорят Покажите Понимаете Это не устраивает Все говорят Покажите Алексей правильно Сказал Говорит Завтра же придут И заберут И переплавят И скажут Где источник Понимаете То есть Совершенно правильно Я просто ссылаюсь На то Что Мы сейчас имеем Все остальное Сожгли А было Ну представьте себе Была Если я уж Вначале говорил Что существовала Эта империя Которая занимала Всю Нынешнюю Европу И Азию Все Неоднократно Мне приходилось И надеюсь Будет приходиться Общаться С людьми Которые являются Непосредственными Носителями Того Что называется Старой веры Нам сейчас Часто говорят О том Известные люди Что это все Выдумки Никакой старой веры Не было Никаких старой веров Нет Это все выдумки Кто-то там На гузде Пуказы Кто-то говорит Про начало Каких-то еще Времен И так далее Вот А так или иначе Приходится общаться С людьми Которые живут По традиции Они в общем-то И не знают Что такое Славяно-арийские веды Они никогда Их не читали Они когда-то Начинают что-то говорить А вот это Вот это А что там написано Ну вот это Вот это Говорят Так это нам известно Давным-давно У нас У нас свои писания есть Мы их не называем Славяно-арийские веды Ну вот серьезно Люди живут там На севере Конечно Это образ жизни А вот У нас и книги там хранятся Там много-много-много Поколений указано И у нас такой образ жизни Ну да Не светимся Не выпрыгиваем Телевизоров у нас нет И как бы Всего такого Живем по своим устоям Знакомые неоднократно Приезжали Из Сибири Встречался человек Не так давно Тоже примерно То же самое Рассказывает Когда приносишь фамилию Там того же Хиневича Она что и говорит Вот там Хиневич Говорят А кто это такой Ну вот это Вот это А что он сделал Вот это Вот это А ну вот Так Знакомлются когда Потом Ну да У нас все это пересекается Но мы даже о нем Не слышали о таком Хиневиче Мы даже не слышали Славяно-арийские веды И так далее То есть Люди живут по этим конам По этим по конам У них Как была вот Своя жизнь Так она и есть И То что они Оторваны от цивилизации И какие-то представители Их в мир попадают И каким-то образом Выходят через посредников Там кого-то Десятые руки Уже с ними удается пообщаться Потому что они просто Не светятся Говорят Нам это не надо Нам не надо У нас есть свое направление Мы в этом живем У нас есть свои хранители Вот Но когда с ними Начинаешь общаться Ну удивительно Они Ну я же не слово в слово Там есть некоторые Отличия Несущественные Но ты видишь Что на самом деле Очень многое Не могу сказать Что прям 100% Но где-то там Около 90% Может быть чуть даже больше Оно совпадает И Когда я так тоже думал Ну а это есть Нет А вдруг там это Кто-то написал чего-то А сейчас все больше и больше Появляется людей Которые Реально Так этим живут Они Не выдумка Кого-то из писателей Не выдумка Какого-то там Госдепа Как это приписано Не выдумка Какого-то там Политика Или еще чего-то Это не разработанный план Это реально так люди жили Поэтому кто-то Когда вам скажет Что это Появилось не так давно Там в 17-м году Прошлого века И там до революции Об этом ничего нет Не верьте Потому что Поколение О которых рассказывают И то что происходило Там намного глуже Прошлого Или даже Позапрошлого века И жили люди И Говорит У нас никогда Не было такого Понятия христианства И никогда Тут церковь у нас Не стояла В нашем селе Да и вообще Вокруге церкви До сих пор У нас никакой нет И не было никогда Вот И революция Нас не коснулась Да Говорит На войну Добровольцами Уходили наши Там Деды Ну Так вот условно Воевать Были такое Когда узнали Что беда пришла Но Живут по своим Поконам Устоям Так что Подтверждает себя Есть люди И были такие люди Которые живут По ведическим началам Живут по тем самым Устоям Которые описаны В некоторых трудах Которые приписывают Или собраны В славяно-арейских ведах Это и есть Другое дело Что Да правильно Я считаю Что в древности Все-таки названия Славяно-арейские веды Не существовало Существовала Просто ведическая культура Древняя И Там много чего Было интересно Написано Но Почему-то Некоторым библиотекам Захотелось вдруг загореться Вот бывает такое Холодно наверное было Раз там Ну дай-ка погреемся Ну и погрелись Ладно Идем дальше Вопрос От Михаила Из Москвы Леонид Григорьевич На множестве Триумфальных арок По всему миру При Привороченных Так написано К разным событиям Привороченных Наверное К разным событиям Прошлого Интересует вопрос Можете Как-то здесь Не совсем Это В общем Можете объяснить Почему на Триумфальной арке В Москве Нашем памятнике Победы русского народа В Отечественной войне 1812 года Изображены Не полководцы И герои Этих баталий А непонятные Изображения Героев Не нашего государства Благодарю То есть вначале Как-то Комкан А потом сам вопрос Вопрос понятен Значит Михаил Поймите Михаил Что Я когда говорил Про Триумфальные арки То имел ввиду Что они По всему миру Разбросаны Их полно То есть они архитектурно Так сказать По одним и тем же принципам Построены Вот А Понимаете То что Какие там герои Отражены Ну я Вот так вам отвечу Знаете В Великом Новгороде Существует памятник Тысячелетия Руси На этом памятнике Нет многих Этих Царей Отдельных Но есть Католические монахи И И прочее Поэтому Вот Арки-то сделали А дальше Их могли Украшать Вот сегодня Я пример приводил Да И И показывал фотографии Что вот смотрите На Обелисках Навершие И там Всюду Трехлистник А потом на него Поставили крест Сверху Вот так и Фальсифицируют Понимаете И что-то Вообще Убирают Что-то Модернизируют А что-то Под себя Переделывают Вот простой пример Мир Трехлистник Это Символ Миров Взаимосвязанных Яви Нави И прави Так Три Трехлистник Чем Подменили Подменили Отец Бог И сын Как там Отец Сын Отец Сын Святой Дух Вот троица Понимаете Троица Подменили Вот так все Вот так Кругом Подмена Поэтому И подмена Естественно Была И Значит На Триумфальной Арке Там 1812 Года Ну уже Уже Понимаете После А потом В екатеринские Времена Как раз Я К сожалению Не коснулся Этого Вопроса Но могу Сейчас Добавить По Сегодняшней Тематике То есть Вот Когда Появились Иносказательные Да Эти Вот Вот Что Мы Сегодня Говорили На Сказание Да Аллегории Вот Их Во времена Екатерины Стали Внедрять Вот Ведь Аллегория Что такое Это Когда Хотят Что-то Скрыть Для Между Собой Какая-то Группа Людей Понимает Да А Значит От Остальных Скрыть Или же Вот Аллегория Которую Мы Обсуждали Сегодня Что Видите Автор Понимал Художник Который Рисовал Этот Титульный Лист Знал Ведические И он Это Отобразил Это Дело И Аллегорически Смысловую Картинку Мы Сегодня С вами Воссоздали А Кто Не хочет Так Сать Чтобы Правильная Была Донесена Они Естественно И на Триумфальных Арках И на Других Памятниках Они Воспроизводят Ту картину Которую Надо Реставрируют Памятник И Что-то Другое А уж Когда Тем более Новость Строят То Там История Что так Кто У власти Тот и Заказывает Музыку Это Давно Всем Известно К власти Приходит Тот Кто Имеет Деньги Если Дальше Продолжать Знаменитую Поговорку Хорошо Какие у нас тут Интересные темы Раскручиваются Дальше Следующий вопрос Про 2012 год Разобрались Виталий из Эстонии Вопрос в эфир А может мозг Существует Внутри мозга То есть Существует Внешний мозг И внутренний мозг Пока 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 Понимаете Наука Этого Не нашла Что есть Внутренний мозг И внешний Или еще Срединный Пока есть там Что нашли Гипофиз Там Разные составляющие А еще интересовало Можичок Да А вот то что Вы Ну не знаю Попробуйте Запатентовать В общем Виталий Флаг тебе в руки Барабан на шею В недра медицины И там Патентуй Елена 777 Вопрос в эфир Так получается Что на рисунке 26 Кентавры Что ли Просто не поняла Это где Барабанщики Что ли Ну там где Да нет Они понимаете Что Они просто Им надо было Разбавить сюжет Ну Видимо взяли Гравюру К сожалению Я не могу В одной передаче Все показать Значит Может быть Ну Отсылаю книги Возьмите Почитайте Значит Там я и другие Гравюры Рассматриваю Как это делается То есть Понимаете Что они делают Они берут Какую-то гравюру Ведь это делается С помощью фотошопа С помощью Современных Компьютерных Технологий Для этого Берется Какая-то Какой-то Базис Им надо Сделать Создать Сюжет Понимаете Вот Пишется сценарий Как обычно Вот тут будет То-то 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 Здесь напишем Это-это А используем Что и какие Есть материалы Есть вот это-это Ага Вот отсюда возьмем Конников Отсюда возьмем Этого Так Задача Конников Повратить в барабанщиков Ага Посмотрели Первый вариант Не подходит Маловато еще Здесь пустое место Надо как-то это разбавить Написали Текст какой-то Ну весь Всю гравюру Исписали А сюжет-то Надо продвинуть Понимаете Ну вот Сикс Поднял Якобы Этот Память Обелиск Да А нету никаких Не сохранилось Ничего Ну нету них Никаких данных А еще Надо же какую-то Историю подтвердить Что Это так было Средневека А в эти Средневека И папы Только и бегали Понимаете Их то выгонят Из Ватикана Они же не даром Там знаете Построены У них такие Кто был в Ватикане Переходы Все соединено Прятались То в одном Замке То в другом Ватикан Легализовался Его Легализовал Только этот Как его Фашист Этот Итальянский Теоретик фашизма Муссолини Понимаете А то они были Все на Нелегальном праве На нелегальной Позиции То есть Микеланджело Почитайте его Так сказать Биографию Там или книги Он периодически От пап Вот что-то не согласует С папой И убегает На Север-Италь Куда-то Вот там В другие города Из Рима А что такое Север-Италь Венеды А там другая Совсем власть Потомки наших Славян Понимаете Там другие Эти Князья Там другая Власть А потом Когда всех Перемололи Тогда Ватикан И взял власть Поэтому Они Есть у них Заказ Нарисовать То-то и то-то Нужен такой Артефакт Есть какая-то Старая Гравюра Но там Нарисованы Например В этом Ватиканском Дворце Присходили В дворик Там есть Ватиканский Дворик Там происходили Рыцевские турниры Вот они и берут Оттуда Лошадей Оттуда этих Я в своей книге Показываю Как они Из лошадей В Сексинской Капелле Всадников На лошадях Нарисованы Они их Превратили В этих В молящихся Прихожан Понимаете Вот такие Они Ребята До того Мозги у них Так заточенные Под Всякой мезуси Изворачиваются Ну видите Из женщины Там нарисовали Этого Из голой женщины Нарисовали Этого Гвардейца А тут Из этих Как вы написали Кентавры Да нет Там просто Всадники на лошадях А им Надо были Барабанщики Ну они взяли Если отрезать Часть туловища И пересовать В барабан Да А ноги На ножку Отдеть Вот они Так изощренно И Внимательно Возьмите Этот Рисунок Скачайте Из интернета Если есть у вас Свой компьютер Увеличьте его И вы тогда Сразу увидите Как они Там же видны И части ног И И сделали Из этих ног Другого То есть там Надо внимательно Я потратил Большое Количество времени На этот Анализ На компьютере Когда Дошло До меня Что И подтвердил Для себя Что это Фальсификат Понимаете Так что Не кентавры Это А это Плод Ребят Компьютерных Графиков Которые Занимаются Сидят Ватикане У них Нет Нечего Нечего Делать И большие Деньги Получают Небольшие Паразиты И вот Клипают Эти Понимаете Ладно Итак Артефакты Да Артефакты Хорошее слово Арте Да еще и факты Хорошее слово И заключение Еще такой вопрос Уточняющий От Варга Леонид Григорьевич Когда вы рассказывали А нет Здесь Здесь наверное Надо еще Два вопроса Да Елена 77 Вопрос эфир Чем фальсификация На рисунке 28 и 28 1 Сейчас Секунду 28 А 28 Это Понимаете Здесь Тот же самый Замок Замок Храм Святого Петра Да У которого Нарисован Он также Нарисован С теми же Ошибками Вот если вы Опять же Помните На гравюре Я показывал Рисунки Дополнительные Говорил Что Этот Купол Имеет 8 Ребер Жесткости Да И вот здесь Если вы посчитаете Точно Точно так же В обратной Перспективе Изображен Тот же Самый Купол Один В один И Посмотрите Посчитайте Там Количество Колон На той Гравюре Огромно А здесь Этих просто Замазали Чтобы они Не бросались В глаза Просто Ну у вас Нет Я же сижу Я говорю Перед компьютером Да И я могу Вот эту Картинку Увеличить Многократно Не знаю В тысячу раз Могу увеличить С помощью Компьютерных Программ И я вижу Что Вот Это Фреска Которая нарисована В Ватикане Один в один Как Значит Тот аршифакт Который мы Сегодня разбирали Ту гравюру Понимаете То есть там Этот Храм Святого Петра Один в один Такая же липа Как и там Понимаете Нарисована Одинаково А иначе Что подтверждение Должно быть Те же самые ошибки Вот в этом И есть фальсификация Кстати Вот на той фотографии Где зал Красивыми куполами Изображен Там на стене Вот этот вот Собор изображен Там если посчитать Тоже Вот этих Вот Ребер жесткости Я увеличил Аналогично И количество Этих Этих Колонн На которых Алексей говорил Что там Где стояли статуи Есть место Тоже огромное И причем Оно так Все расплывчато Понимаете Замазано все Не рисует Так художник Я уже не говорю О задний план Задний план Там вообще Какие-то стены Нарисованы Там Вот на гравюре Вообще пусто Да Пустое место 1578 год Ну мы не знаем Было ли там Какие-то здания Или нет Я просто В своей книге Привожу Других этих Художников Известных Итальянских Которые рисовали И показывают Посмотрите Вот какой Храм Святого Петра И что рядом С правой стороны Был А что с левой В том же году А есть же еще Куча артефактов Таких липовых Я в книге своей Опять же привожу Где Называется Глава у меня Ватиканский Долгострой Где они строят И строят Этот собор Святого Петра Ничего они его Не строили Это был Ведический храм Огромный Построенный Или Этрусками Скорее всего Этрусками Потому что Этруск Веселим Создали Понимаете И Они просто Его модернизировали Перестраивали Под себя Потому что Это отдельный Разговор И долгий Я этот вопрос Немного копал Нет никаких Гравюр Практически Значит О том Как строительство Этого Собора Святого Петра Проходило Есть Перед этим Была гравюра Что якобы Была Вот 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 Такой Раньше Был храм Одна Единственная И в нем Там Была Базилика Где Петр Был похоронен И это все Относит К годам Бог знает Каким Понимаете Двято 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 Это даже Не было Никакого Христа Был Культ Дионисии Понимаете И там Ложь 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 На лжи Ложь Погоняет Поэтому Никакого Храма Они не строили Там Если Уже Говорить о Храме Святого Петра Там Куча Свастики В этом Храме Я В книжке Привожу Эту Свастику Откуда Свастика У этих Христиан Нет ничего Так же Как и Ватикане Кругом Свастика Я тоже В книжке Привожу Кучу Этих Фактов Ведические Все символы Понимаете Кто это Это Русские Принесли А они Просто Перестраивали Под себя Паразиты Ничего Не создают Понимаете Они воруют И переиначивают И используют Эффект Кукушки Все Значит Под себя Вот Ну в общем Если так Вот Как-то Соединять Все Что было Здесь сказано Получается Следующее Что То что Мы сейчас Видим То что Нам выдается За какие-то Древности Каких-то Разных Народов То Эллинов То Римлян То Вот теперь Ватикан То что На римской Земле Находится То еще Кого-то Еще Кого-то Это в общем-то К этим народам Никакого отношения Получается Не имеет Это Было Когда-то Построено Какой-то Более Продвинутой Расой Более Продвинутой Цивилизацией Более Ведущими Людьми И Как здесь Предположение Было Выдано Что это Нашими Предками Было Продвинуто А потом Когда начались Всякие Вот эти Неприятности И Просто-напросто Уничтожение Ведических Основ и корней То Пустое Место Или Место Которое Было Освобождено Вернее Так сказать Можно От Ведической Культуры И Носителей Ведической Культуры Оно Быстро Заполнено Какими-то Новыми Религиями Новыми Течениями И Те Постройки И храмы Были Под себя Подделаны То есть То что Было Разрушено Во время Войны Или Каких-то Катаклизмов Оно Осталось Якобы Это Артефакты Какой-то Древности И Вот Пускай Они В таком Состоянии Лежат Мы их Можем Видеть Везде По всему Миру Они Разбросаны То колоночки Лежат То еще Чего-то Почему Лежат Нам Не Объясняют Землетрясение Было Более Смелые Высказывают Что это Война Была И так Далее А вот То что Сохранилось То чего Не коснулось Это все Дело Оно Было Быстренько Переобразовано Где-то Может быть Статуи Вот эти Снесли Остались Подставки Непонятно С какой целью И почему Ничего Не поставлено Хотя Там где-то Статуи Указаны Нарисованы То где-то Там Столбики Какие-то Новые Поставили Обелиски На обелиске Что-то Сделали Причем На картинке Видно Что сначала Обелиск С вдавленными В штукатурку Изображениями Явно Не европейскими Это ближе Туда К Египту Что-то А на других Фотографиях Мы видим Те же самые Кресты С различными Украшениями Установлены На уже Отштукатуренные Обелиски Где Видно Вот эти Полосочки Видно Вот эти Вкрапинки Но они Неотчетливо Видны Можно сказать Что не было Ничего Все хорошо Замечательно Но понятно Что это Отштукатурено То есть Вывод какой Фальсификация Была И в архитектуре Фальсификация Была И в каких-то Писаниях Фальсификация Была И в том Что перерисовывали Докрашивали Различные Вот эти Древние Изображения Правильно я Ну В двух словах Тут не скажешь Понимаете Это же Понимаете Борьба Идет Информационная Давным-давно И она Информационная борьба Включает И в том числе Фальсификацию И вот То что Алексей Сейчас сказал И на материальном уровне То есть И переделывание Понимаете Здесь Столько Литературы Я вот свои книги Привожу Там Ссылаюсь Тут был вопрос Что Вот Литературная Если не литературная Билетристика Я ссылаюсь На Мережковского Историка Писателя Литератора Философа И так далее И там Привожу Конкретные Примеры Как фальсифицировали Там Он слова Приводит По заданию Там Ну я Сейчас не могу Это мне надо Находить И цитировать Показать Он показывает Что там Надо было Замазать Как вот Конкретно Переделалось Естественно Понимаете Все Переделалось Под себя То есть Была Огромная Цивилизация Которая Существовала Долгие годы Тысячелетия Понимаете Взяли Все Переврали Сказали Восток Вы дикие Мы запад Просветленные Мы светоч У вас Только 1150 лет Историю Переписали И все Естественно А нужно же Переписанные истории Какие-то материальные Доказательства Книги Все сожжены Никакой Литературы нет Библиотеки Все сгорели А материальные Доказательства Море Поэтому Вот Мы и показываем Доказываем Фальсификацию Через материальные Доказательства Фальсификацию Показываем Потому что Их много Их все Невозможно Им Фальсификаторам Было Так сказать Сфальсифицировать Уровень Их Квалификации По многим вопросам Не дотягивал До тех До той Квалификации Допустим Тех же художников Граверов Картограф И остальных Которые делали Эти предметы Поэтому Остались их следы Это как Слон в посудной лавке Пришел Вот и мы Видим А я просто Накопал Это как Коется Мое но-хау Что я нашел Что мало того Что они фальсифицировали Просто так Еще и Создают С помощью компьютерной Графики Артефакты Я вот В своей книге Показал То есть Вот Эти артефакты Которые мы с вами Разбирали Последний Разбирали Артефакт Создан С помощью Компьютерных Технологий А компьютерная Технология Технологии 20 века Интернет Появился В 20 веке Все компьютерные Технологии Тоже появились Их стали Использовать Фальсификаторы И вот они Видите Что делают Ну Молодцы Фактов Фактов нет Создают для себя Эти артефакты Поэтому Вот таким Белки герои Молодцы Понятно Дальше Елена 777 Вопрос эфира Кто такой Левашов Что за книги Сущность И разум И где Что за книга Сущность И разум И где Находится на самом деле Память Значит Кто такой Левашов Это Русский ученый Значит Он в своих книгах В выступлениях Дал ответы На очень многие вопросы Которые давным-давно Будоражат умы Всего человечества То есть Человекство не знает Как устроена наша Вселенная Человекство не знает Что такое жизнь Это я не придумываю Это реально Ученые не знают Понимаете Есть ли жизнь после смерти Как развивается Формируется Человек Что такое память Что такое сознание Подсознание Есть ли Душа Церковь Есть Значит Что такое душа Что такое любовь Вот на эти все вопросы Он дал ответ И написал свои книги Эти книги Можете Скачать Бесплатно В интернете Купить В сущности разум Два тома Они продаются Можете купить Вот А вкратце Я Левашову Чтобы говорить Кто такой Левашов Надо целую передачу Посвящать ему И была Кстати На славянском Радио Передача Алексей уточнит Даже Да Как-то мы делали Передачу Посвященную Годовщине Насколько я помню Да Так что Вы можете Прослушать И узнать Архивы Я так понимаю Ведь хранятся Правильно Алексей Конечно Записи все есть Записи есть И могут Причем Да Сразу хочу сказать Не надо нас Радио Как-то Привязывать Нас постоянно Только Трехлебову Привязывают Только Хиневичу Привязывают Только К Левашову К кому-то там еще Вот кто у нас появляется в эфире Вот о чем идет речь А вы радио того-то Да мы ничего-то радио Мы радио Которое занимается Изучением нашей древности Мы радио Которое объединяет Всех русских людей Которому дороги Понятия Честь Совесть Наследие предков Родина Отчизна Вот если Вы живете в аду с природой Если хотите разобраться Как жили ваши предки Вот это радио Для вас Вот в этом случае Тогда мы трудимся Для вас Но мы никому не принадлежим У нас нет хозяев У нас нет спонсоров Нам никто Деньги не выделяет Вот один написал А у вас там В Киеве офис Сегодня Умник один написал У вас там В Киеве офис А вам Госдеп деньги платит Ребята Вы посмотрите Как мы существуем Какой на сайте Как мы выживаем Как язык Там у вас повернется А ляпнуть-то можно Кому угодно И что угодно Вот Поэтому мы Как это Дядя Федор говорил Я мальчик ничей Так вот Мы радио ничьем Мы радио То, которое Стремится Изучать нашу древность Вот если По праве живете Или хотите жить По праве В наследии Как-то обращать Своё внимание То в этом случае Тогда вот мы Ваше радио И живём мы только За счёт того Что у нас есть Слушатели Которые иногда От щедрот своих Что-то там бывает Сто рублей Кто-то там Перешлёт Кто-то побольше Может быть Перешлёт Раз там в месяц А может там Раз в два месяца Вот на эти деньги В принципе существуем Так что Далековато мы От каких-то Хотя Чёрт возьми Как заманчиво Так вот Тебе переводят Там миллионов В десять В месяц Так развернуться Можно Но совесть Не позволяет Ладно Теперь переходим К последнему вопросу Вопрос Эфир От Варга Леонид Григорьевич Когда вы Рассказывали о человеке Изображённом На двадцать втором Рисунке То прокомментировали Что он якобы без ног и без рук Но если хорошо приглядеться То данные части тела Как раз видны Так в чём здесь Несоответствие И как вы говорите Фальсификация Про другие рисунки Я не спрашиваю Там из-за ужасного качества Рисунков Однозначно сказать Чём-то сложно С полной уверенностью Я спрашиваю только Про двадцать второй рисунок Благодарю Варг Я понял Вот я открыл Двадцать второй рисунок Это не двадцать второй рисунок Это я просто взял Кусок фрагмента Той же гравёры Который мы рассматривали Выделил И увеличил Поэтому Чтобы вам было видно А Так вы Вообще ничего не увидите Этого конкретного персонажа Там тяжело Рассмотреть Секундочку Леонид Григорьевич Давайте так Уточним Вопрос был по двадцать второму рисунку Да-да-да Я его открыл И показываю И смотрю его Вот то что он говорит Там рук нет Так вот там Я сейчас У меня на компьютере Этот рисунок увеличен И я его могу Я вам Выставил увеличенный Этот фрагмент Да-двадцать второй А я его Ещё могу Больше увеличить Вот Когда я его увеличиваю Больше Там Допустим Раза Ещё В три Значит По сравнению с тем Что я выставил Да Ну Вообще ужас Нету ног Ни одной Ни второй Поверьте Нету Намечено Так чуть-чуть Пригодите Что-то Мазнули Это просто надо Знать Как фотошоп Вы в фотошопе Не работали Вот Придётся видимо Ещё одну Показать Передачу Не Я думаю Я думаю Что Варк В фотошопе Работал Он Человек Просвещённый У нас Да То есть Работали Тем более То есть Вы знаете Какие там Есть методы Так вот Фальсификаторы Они Не рисуют Как вот Допустим Конкретно Есть человек Какой-то Да А они там Рисуют Аккуратно Используют Там инструмент Допустим Перо Или ещё Какой-то Нет Они Такими вещами Не используют Они используют Свет и тень И Используют Такой Этот Инструмент Как это Клонирование Там Или ещё Что-то такое Понимаете Или берут Какой-то Значит Образец Как я угорел Вот женщину Взяли Да И из неё Сделали этого Опять же Определённой техникой То есть Надо Посмотреть Вот как я до этого Дошёл Я пересмотрел Огромное количество Этих Пытался разобраться Пытался сам Попробовать Ага Как это Увидел Что это так делалось Увидел Я из них Из их же Этих экспонатов Там руки Ноги им Пририсовывал И всё остальное То есть Я могу это реально Показать Понимаете Если бы У меня была камера Я показал бы В прямом эфире И я с помощью Инструментов Конкретных Я бы там Намазюкал А в книге Я Показал образец То есть Значит Там есть гравюра И Значит Как они её Фальсифицировали И как они создали И я там просто За 10 минут Сделал сам Из конкретного Образца Там речь шла О Сикстинской капелле Там потолок Расписной Там Расписан Это Микеланджело Потолок И там есть Фигура Я эту фигуру Показал Выделил Взял кусок Из этой Фигуры Значит Сделал похожие С помощью Фотошопа На ту Фальсифицированную Кусок На фигуру Которая фальсифицирована В конкретной Гравюре Их две Рядышком Поместил И показал И Что это Каким методом Это сделано И дальше Там ещё надо Делать доработки Определённые А я просто сделал Грубый Так сказать Набросок Ну понятно Фотошоп Это наше всё Да Вопрос такой А вот 22 рисунок Вот я просто Сейчас его увеличил И вот у меня стоит Этот Якобы в левой руке Он держит То ли факел А дальше Этот факел Имеет продолжение Вот у неё Вы говорите Там рука есть Да и рука есть И вторая Пририсованы Они руки Видно И у меня видна Даже где граница Где стыкуется Понимаете Вот то есть они Как стыковали Берут Одну часть И пристыковывают Я в книжке Об этом Более подробно Об этих писал Показывал границы Как стыкуют Одно с другим Выделял цветом Вот Я отсылаю сейчас книги Чтобы долго не говорить Посмотрите А я вот сейчас Просто смотрю на рисунок Мне эти все границы видны Как вот по грудь Его От это Отпилили И пристыковали А дальше там Вот Рука Дальше Переходит В спину А дальше Какое-то На спине Непонятное Ведеранце Что-то появляется Причем Дальше оно Поворачивает Влево Таким зигзагом И получается Как петля А реально Он держит Факел Чтобы поднести И пушка Выстрелила Чтобы поймать Ног у него нет Да Но вы этого не видите Потому что вам Надо просто Эту фотографию Скачать И при большом увеличении Посмотрите То что я вот Это рассказал Десять минут Вы увидите У меня Понятно У меня вопрос такой Откуда эти фотографии Вот эта конкретно Фотография Вот эта фотография Гравюра Была взята Из сайта Ватикана Так Вопрос Она взята В том качестве Который выложен Или есть еще Более качественная А дальше Я преобразовал Из него вытаскивал Я понял А есть ли еще Более качественные А больше Более качественные Они ничего не дают А То есть Это вот Скажем Вот они что Выложили на сайте Там может быть Допустим 100 килобайт Всего лишь Или 150 килобайт И дальше Я с помощью Программных средств Качество вытаскивал Большое Старался это То есть Пришлось попотеть Потому что я согласен Отчасти с людьми Что вот Которые у нас в чате Слушатели Которые пишут Что ну Невозможно Работать С таким Плохим качеством Конечно Совершенно верно Хорошее Там например Там несколько Десятков тысяч пикселей Да Тогда можно было бы Разобрать Что там Есть ли нога Какой там пальчик Какой маникюр И так далее Но когда мы Видим вот В таком Где там Вообще непонятно что Тут можно о многом Додумывать О многом что-то Представлять Когда мы говорим Грубо говоря Про колонну И видим что тень от колонны Падает сюда А тени от лошадок сюда От стоящих Причем рядом В разные стороны Тут понятно Абстракционизм полный Да Солнышко в одному так Светит другого так А от третьего так Вот Это все ясно Когда мы смотрим на купол Тоже понятно Что вот тут Вот этих вот Ребер жесткости Намного больше Нежели чем Они в плане представлен Больше чем есть На самом деле Когда мы говорим Про то что На этих подставочках На колоннах Что-то должно быть И они на гравюре есть А в реальности Их нет На фотографиях нет И никто не указывает Что они были Это тоже понятно А когда вот такие вот Уже мелочи Начнем разгадывать Здесь могут быть Какие-то вот такие Сомнения Которых вот как раз ВАРК И некоторые еще Наши радиослушатели Здесь уточнили Писали Что если бы Рассматривать Ну тут пошутил А если растянуть Эту фотографию Вообще до Луны Там вообще ничего Разглядеть будет невозможно Нельзя смотреть на картинку Под микроскопом Целостности не будет То есть Отчасти я с ним согласен Где бы Извините Перебью А как же Пиксельная Эта Картинка Если это нормальная фотография Если это нормальная гравюра JPEG Он же переводит Квадратики JPEG Нет Понятно Это сжатый формат JPEG А я могу Преобразовать в TIFF Без сжатия Понимаете Преобразовать это одно Но он же будет Преобразован Из уже Из закаженного Сжатого Раздовор Вот если бы Если бы где-то В Ватикане Или Ну было выложено На сайте Вот в хорошем качестве В TIFFовском Да к примеру О чем мы говорим Не выкладывают Они в TIFF Не выкладывают Или кто-то Или кто-то Живет например Там в Италии Поближе к Ватикану Мог бы сходить На экскурсию И сказать А дозвольте-ка Я сфоткаю Да там Чпок там На самое-самое Высокое качество Фотографию И нам передал Вот тогда Я поэтому И привожу фотографии Свои собственные Да я нафотографировал Что И Вот вы правильно Говорите Потому что Эти вещи Позволяют показать Сразу же Потому что Можно Понимаете Это Я бы мог То же самое Показать Но поверьте Я столько Перелопатил Этого Ватикана Просто такое Так сделать заявление Понимаете Это что я Мне взять пистолет Застрелиться И чтобы мне показывали Все идиот Товарищ Феденко Тут прокурорекал Из 200 Там фальсификаций Сплошной Ватикан Такие вещи Поймите Просто так Не делать заявление Это я не Психически больной человек Чтобы заявлять Что То-то-то Там Ватикане Это Я У меня есть метод Я нашел Собственный метод Как Это с помощью Показать И показываю Значит То есть Фотошоп Или какая-то Другая программа Увеличение Плюс анализ Конкретный И Вокруг Этого Артефакта Который мы обсуждаем Только так Можно доказать Понимаете А Простая вещь Кто фотошопом Занимался Вы берете Любую фотографию Вы начинаете Увеличивать Увеличивать Увеличив 1200 раз Да И сразу Все Эти пошли Одни Прямоугольчики Прямоугольчики Что такое пиксель Это прямоугольник Определенных размеров Это я уже Как вам Специально Определенного цвета Определенных размеров Точка Пиксель Точка И кое-что Понимаю Понимаете в этом И Все Он дальше будет Только разъезжаться И больше делаться А тут вообще Ни на что На пиксели Не разбивается Тут мешанина Просто мешанина А такого не бывает В нормальной фотографии В нормальной гравюре Когда гравюра Делается нормальными Штрихами Мы уже Я не знаю Говорили Я по-моему Говорил на эту тему То есть у каждого гравюра Есть свой почерк И он В одну сторону Значит Делает все штрихи А я в книге Привожу там Гравюры Понимаете Вся гравюра В одном стиле сделана А то что вставили Там совершенно Другой стиль И когда Начинаешь увеличить Там такая Ужасная фальсификация Просто ужас И ни один художник Так не нарисует А вот эти вещи Которые вот сейчас Мы обсуждаем Да на самом деле То есть они специально Предоставляют артефакты Я уже говорил об этом В низком разрешении Сжатые А я находил гравюры В других источниках В других университетах Которые есть там же В интернете И их анализировал И их приводил Понимаете И там все равно Этот фальсификат Еще более сильнее виден Потому что Одна часть Как я уже сказал Сделана нормально А вторая Фальсифицирована С помощью фотошопа И это все Вылезает А тут Почти все сделано С помощью фотошопа Понимаете Поэтому Ну что Ну вот Опять же Напишите Ватикан И скажите Пришлите мне Настоящий Оригинал Будьте любезны Оригинал Вот такие картинки А то Фиденко Нас обманывает На славянском радио Нет Так представляете Будьте любезны Мне этот оригинальчик Вот этой гравюрочки Уж очень она мне понравилась Именно оригинал Я уже говорил На эту тему Что у них есть сайт Там И там Пожалуйста Вы можете Написать заявление Определенную форму заполнить Все Там Я не пытался Не Достать Я думаю Пришлют Это файлик Определенного Размера В определенном формате Никто вам не пришлет Первый источник Вот Поэтому Еще деньги возьмут Ну Деньги брать Они любят Да В общем Здесь такое предложение Поступило Вот прямо здесь И я это сказал И в чате здесь написали Что Пришло время Кто там живет В Италии Или Ватиканчик собирается Сгонять там Чайку попить С папой Ну вот Вы уж там как-нибудь Зайдите Поройдитесь Пофтографируйте Посмотрите Там В архивах Поройтесь Сделайте сами фотографии Или найдите где-то Это будет Очень правильно И Ну В общем На этом уже можно будет строить Передачу такую Где никто не скажет А вот тут ничего не понятно А может быть еще Если уж упомянули Вы про то Что Находили какие-то Более качественные фотографии Где есть Приемы фальсификации Или компьютерной графики То может быть нам тогда уже сделать Какую-то отдельную передачу Где будут Вот Применены Для Общего обозрения И для изучения Именно те Фотографии Где Качество самой фотографии Очень хорошее Но если мы начинаем Увеличить До пиксельного размера То мы видим Что вот здесь Вот конкретно Идет такой Фотошоповский Мазок Там Размытие Или какая-то Вставка Или контур Ну то вот работает С фотошопом Тебе знают о чем я говорю Что когда вставляется Одна фотография Другая Вырезается контур Там видно Пиксельки вылезают Там ореольчик вылезает Или что-то еще Вот Может быть Как-то нам подобрать Две, три, пять Нет, Алексей Я считаю Я понял ваш вопрос Я считаю Понимаете Вот доказывать Что я не верблюд Это Не доказывать Просто это будет Не доказательство Это будет уже Конкретное Вот смотрите Что эти поросята делают Это не то Что к вам претензии Нет Не об этом Понимаете Это же надо Как сказать Это на самом деле Это долгий разговор Это надо Показывать в прямом эфире Чтобы не видели Что это подлог Или еще что-то Берем конкретно Этот И элементарно Показывается Но Соль-то Не в этом Там Ведь Понимаете Я прокрукарекал Давным-давно Вы что думаете Хоть кто-то покритиковал Молчание Гробовое В книжке Больше девятьсот Иллюстраций Не Молчание Гробовое Гробовая тишина И самое правильное критик Потому что там Невозможно Критиковать Критиковать надо Аргументированно А единственные аргументы Это Понимаете Как я Ну дурак Сам дурак Это Это не Критика Вот Я Что хочу Сказать Вот все Кто Вопросы Вот эти Завли Отсылаю Бесплатно В интернете Скачайте Книгу И Прочтите И посмотрите Девятьсот Не поленитесь Девятьсот Этих И тогда Не надо будет Придираться К пикселям И Смотрите Есть ли там Нога Или нет Нога Понимаете То есть Есть Такие Вопросы Которые Как бы Сказать Есть Ну как В математике Есть Величина Такое Понятие Более Величина Более Малости Более Маленькая Чем Это Чем Другие То есть Есть факты Которые Убивают Все И не надо Пиксели Рассматривать То есть Есть каменная Плита Карта О которой Я говорил Которая Говорит Что цивилизация Была Другая И И уровень Развития Цивилизации Несопоставим О каком фотошопе Вообще Тогда говорить Зачем говорить Зачем показывать Что это все Сказки Это все Накрывает Понимаете Как говорится Все накрылось Медным тазом Все остальное История Все остальное Все Один артефакт Все переворачивает А в нем Молчат И тогда не надо Разобраться С этой Картой Каменной Которую Чувыров Нашел И Они Ее даже не показывают По телевизору Понимаете И не говорят Что она существует И не надо Тогда Товарища Фиденко Выступать На радио И говорить Про фотошоп И То что он там Разобрался Увидел Что делают Я просто Разобрался С тем Что фотошопят Ребята В Ватикане И давно И создают Артефакты Потому что Нет ничего Но не надо Им доказывать И остальным Почему Никто Не говорит О Каменной Карте Чувыров В интернет Заваленный Посмотрите Разберитесь Там Чувыров Доктор Физмат Наук Он рассказывает Из чего Какими средствами Сделаны Научно-исследовательские Институты Подтвердили Это все Эта карта Все Ставит крест На всем И не надо Тогда про фотошоп Говорить Я говорю А вот спрашивают Сайт Ватикан Это Ватикан.ва Вот этот сайт Имеется ввиду Или какие-то там еще сайты Есть Ватикановские Ватикан Библиотеки Сайт Библиотеки Ватикан Называется Ну то есть Поисковики Можно поискать Да А мы же Приводили Выдавали Ну вот Просто сейчас Спрашиваю Сейчас у меня Просто Ну вот Давайте так Значит Ищем Поисковики Ищем Поисковики Просто Библиотека Ватикана Сайт Библиотеки Ватикана И там Вот эти фотографии Должны присутствовать Да И много чего Другого Там Да Только они Понимаете Как делают Вот я же Смотрел Все Эти разделы А у них Очень грамотно Сформированы Отделы То есть Там Разные Я вот В своей книге Это описываю Какие там разделы Что чего Где и как Расположено Я взял Из разных разделов Разных Этих Областей Истории Которые Они Там Нашли И Выставили Я просто Выборку Сделал И показал По разным По гравюрам По картам И так далее Вот сейчас Я вам Сброшу Ссылку На сайт Ватикана Потому что Здесь пишут В библиотеке Нет ничего Но я просто Не знаю Какой Вы Сайт Смотрите Тем кто Пишет Поэтому Поэтому Как-то Все через Запрос Все через Запрос Так что Не все Сейчас я Кидаю Вот я Зашел Уже На этот Сайт Копирую Ссылочку И кидаю Вам В этот Скайп Это вот Предыдущий Сайт Для Елены Она про Левашова Спрашивала Я дал ссылку Да Вот я сейчас Скопирую А вот Написано Ватикан Экзибит Мейн Холл Я сейчас Скопирую Размещу Значит Вот для Елены Первая ссылка Она спрашивала Про Левашова Которую вы дали И вот Вторая ссылка Да И библиотеке И библиорг Экспо Ватикан Экзибит И так далее Да Совершенно верно Понимаете Там во-первых По-английски Надо читать И вот область Какие там эти Перевожу Ватиканская библиотека Археология Гуманизм Математика Музыка Медицина и биология Натуральное Описание природы Значит Рим Как Рим Пришел в Китай Вот это разделы Круто И значит Это все Каждый раздел Выделен Гиперссылкой Там значит Надо идти И откроете А там куча этих Куча фактов Я вот эти 200 самых лучших Все перелопатил И смотрел Ну а там еще Кроме Там что еще есть About the exhibition О выставке Вступление История History of the История библиотеки Вим возвращается Библиография Библиография Куча всего Ну как на Сайте Вот пожалуйста Заходите Особенно Мне просто Понравилось Когда Рим Пришел в Китай Это круто конечно А там какие артефакты Ну они же понимаете Они же продвигают Что Китай Это самая древняя цивилизация Понимаете И артефакты Посмотрите Там очень интересные артефакты Молодцы Там по английски все Поэтому Ну и другие языки Но на русском Нас не любят Ну что ж Нас много где не любят Недаром все языки коверкают Для того чтобы подальше быть от русского И переписывают истории Чтобы подальше быть от русской И переписывают много чего Чтобы к славянам вообще никакого отношения не иметь Это такая тенденция Хуже другое Неплохо то что нас хулят враги Плохо то что наши сородичи в это верят И начинают себя хулить Начинают отрезать от себя наше прошлое Вот это конечно дрянное дело Когда разговариваешь с человеком А он тебе Смотрит человек на тебя Синие глазки Русые волосы Ну такой прям вот с картинки Русич такой Он говорит А не было никаких славян А не было ничего Вот жили здесь какие-то люди второсортные Вот ты почитай историю что написано Ты вот эту книжку прочти Ты вот послушай того-то Вот этого уважаемого человека Вот этого На кого только не ссылается Все же говорят Я говорю А почему ты считаешь что не было других уважаемых людей Того же Ломоносова Того-то еще Которые писали очень много Тех же самых иностранных товарищей Которые писали о России Что жили по-другому люди Да где это ну что-то там Это все выдумки сразу То есть когда у человека Не укладывается что-то в голове С тем что ему навеяли когда-то Он это все отрицает Это самый простой способ Устроения психики человека Ну не хочется каких-то слов говорить Там нехороших Ну большинства людей современных Воспитанных в современной цивилизации Вот И переломать это как-то Или хотя бы направить Ломать потому что не очень хорошо Направить куда-то очень-очень трудно И вот это очень печально Потому что Враги они на то и враги Чтобы о нас гадости говорить Вот плохо когда у нас Маугли такие появляются Которые живут по вражеским устоям И хают свою древность И не признают то великое Что в нашей древности В нашем прошлом было И смотрят все время куда-то Как там в басне Хают все родное А сало русское едят Вот из этой же серии Ну ладно Будем заканчивать наш сегодняшний эфир Давайте в заключении Все-таки как-то черту подведем И скажем Итак Из эфира вы узнали И желаю вам всего самого доброго Ну что я хочу сказать Понимаете Вот тот вот сейчас вопрос Который в конце Алексей сказал Здесь на самом деле Тут даже людей винить нельзя Люди такие какие они есть Их создал И система образования И социальный организм Общество которое существует Те моральные ценности Которые есть Понимаете И если человек Плывет по течению Не пытается сопротивляться Среде Тем Тем отрицательным Тенденциям Зависит еще Воспитание Которое получил Кругозор Что он читает Понимаете Здесь столько факторов Которые влияют на развитие А человеческий мозг К сожалению Устроен так Не к сожалению А так он устроен Что вот есть фундамент И все что не вписывается В тот фундамент Мозг отторгает Поэтому этот фундамент Надо менять постепенно И никакими волевыми усилиями Или по какому-то приказу Это ваш фундамент Не изменится Если вы Не будете делать Это самостоятельно То есть Вот Вы смотрите Ага Леонид Григорьевич говорит Вот смотрите там Пиксели А мозг сопротивляется Да нет Да есть там у него рука Есть нога Потому что Если Говорят А вот Древней Греции не было А этого не было А человек не может Жить В вакууме Если у него отняли Прошлое И говорят Это все ложь Это же невозможно Поэтому человек говорит Да нет Мне хоть 1150 лет Но дайте Оставьте Это вот наша история Оставьте мне Так устроен наш мозг То есть Ложный фундамент Который заложен В нас Образованием Школами Институтами Университетами Семьей И так далее Социальным организмом Который Вкладывался Не один год А у каждого По-разному Он Меняется Очень тяжело Это надо Каждому Приложить Свои Усилия И немалые Но человек Который Ищет Истину Он находится На правильном пути Поэтому Я хочу Во-первых Вас поблагодарить Что вы Досидели до конца Дослушали Надеюсь Что Так сказать Не бесполезно Не без пользы Не потратили время И желаю вам Успехов На Пути Как раз Перестраивание Своего Фундамента В части Исторической Мы сейчас Говорили Только историю Спасибо В общем Здесь уже Благодарности Появляются За столь Интересные Эфиры За столь Интересные Рассуждения И Изучения И Мне нравится Что многие Тут в нашем чате Я слежу за чатом В очередной раз Многие сказали Обязательно Заглянем А кое-кто Даже уже Заглянул И сказал О-о-о Нашел 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 И теперь Будет там Возможность Людям самим Убедиться В том Что Во-первых На таком Казалось бы Очень серьезном Ресурсе Международного Я бы сказал Так Кафолического То есть Глобального Вселенского Переводится Вселенский Кафолический Католический Уровни Как Ватикан Удивляет То что В общем-то Качество фотографий Таких ценных На которых Строится Основа Всего Католицизма И христианства Во многом Они оставляют Желать лучшего Вот это удивляет Вот Поэтому Претензии у меня К вам Товарищ Из Ватикана Те кто размещает Плохого качества Размещаете Могли бы получше Надо с уважением Относиться К своей Истории Вот А нам Будет возможность Насладиться Этой историей Сказать Ух ты Как здорово Вот Пока Даже с точки зрения Тех кто Не верит Даже с точки зрения Тех кто не верит Следует вам Обратить внимание Вы упускаете Молодежь Вы упускаете Своих последователей Тем что Такого нехорошего Качества У вас фотографии Были бы получше Вы-то сказали А вот смотрите Вот тут Леон Григорьевич Не прав Вот у нас тут Оказывается Не птички А крокодилы Вот Понимаете Тут все с ногами С руками Но нет же такого И вы тем самым Вызываете Вот эти все разговоры Поэтому Претензии к вам Друзья из Ватикана Размещайте Фотографии Лучшие И мы тогда разберемся Где там у вас Чего нарисовано Вот Ну Пошутили Теперь о серьезном Методы фальсификации Культуры и искусства Седьмая часть У нас Эфир прошел Лен Григорьевич Как всегда Был на высоте Все вопросы Вполне Внятные Хорошо На мой взгляд Были Отвечены Материал Собран Колоссальный И несмотря на то Что да Тут Где-то Что-то Может быть Спорно Потому что Плохо видно Я отношусь Все-таки Опять же К Ватикану Потому что Не Лен Григорьевич Эти фотографии Делал Не он их Размещал Он всего лишь На все В них Разбирался Поэтому Низкий поклон Лен Григорьевич В очередной раз Ждем Ну я Во всяком случае Жду В очередном Эфире Не знаю Какую тему Предложите Раскрывать Вот Но эфиры У нас Получаются Интересные Познавательные И главное Полезные Полезные Для нашего Развития Даже если Что-то вам Показалось Странным Или с чем-то Вы не согласны Это вас Все равно Сподвигнет На изучение Самостоятельное Изучение А это Всегда Самое главное Что есть В наших эфирах Если вы Начинаете Самостоятельно Что-либо изучать Значит Эфир Мимо Не прошел Значит Мы Помогли вам Начать Идти дальше Или продолжить Идти дальше Вот Как-то так На сим Мне остается Напомнить Что сегодня Только у нас По календарю Вот еще Несколько минут Осталось Быстро Прознашу 26 октября 2016 года Среда Успел А по одному Из старинных Календарей 36 день Месяца Божествен Начало 7525 Вторник Мы говорили Про методы Фальсификации Культуры Искусства Седьмая часть Автор Сведущий Феденко Леонид Григорьевич С вами Было Народное Славянское Радио Алексей Орлов До новых встреч Друзья мои Услышимся Народное Славянское Радио Все нужно Все важно Редактор субтитров Корректор А.Егорова